Ну привет, Страж! Помнишь, еще до дополнения Обитель Теней и бесплатной версии игры я делал вот это видео? В нем я собрал секреты, пасхалки и прочие маленькие находки, которые могли ускользнуть из виду большинства игроков. Сегодня будет нечто подобное, но более практичное. Не буду рассказывать о том, как было придумано имя того или иного монстра и так далее, зато расскажу, как получить халявный экзот, как убить босса за 5-6 выстрелов из праймери пушки и все в таком духе. Интересно? Тогда погнали! Меня, кстати, зовут Джонни Лейни и я рад видеть тебя вновь на канале Трипл Вайп. Начнем с правки. Правки к моему ролику про обалденную новую экзотическую скаутку Симметрия. Я ее и правда расхваливал, и не без оснований. Она нравится многим стражам, и я регулярно вижу игроков с ней в ПВП, ПВЕ, так что это о чем-то договорит. Но я не знал, да и как и большинство на момент выхода ролика не знало, что у винтовки есть скрытый перк. Об этом мне стали писать в комментариях внимательные подписчики, за что им спасибо. Что за скрытый перк? Ну, точнее мод. Мод против неудержимых воителей. Да-да, те самые жирные мобы из Кошмаров на Луне, Сумрачных Налетов или Солнечных Часов, которых можно оглушить, имея в пушке одноименный мод. К сожалению, экзотическое оружие не получило возможность установки модов из артефакта. Так что часто при выборе снаряжения перед походом в Найтфолл, я мучительно думаю, какая же винтовка разведчика будет лучше. Ведь все они... Мусор. Но теперь, как минимум, одна выделяется. Так что это еще один довод в пользу слов о том, что Симметрия одна из лучших экзотических пушек в игре на данный момент. Как минимум, в ПВЕ, которая на текущий момент в игре имеет куда больший перевес. Чего стоит, например, новая гринд-активность Солнечные Часы, где игроки проводят реально часы. Кстати, об этом. Играя в Солнечные Часы, вы можете круто упростить себе задачу по зачистке волн Кабал с помощью старой ППшки первого года. Анализатор рисков. Да-да, тот самый пистолет-пулемет, который так редко приносит зур. Почему именно он? Ну, во-первых, паук понерфили. А во-вторых, давай вспомним его главные перки. Первый – Проводник, который гласит, что когда игрок получает электрический урон, это оружие становится мощнее и ослабляет дальнейший урон того же типа. Убийство продлевает действие эффекта. Плюс перк «Сверхпроводник», который при стрельбе во время действия проводника дает шанс вызвать цепной разряд и вернуть боеприпасы. То есть, стоит игроку получить хоть какой-то электрический урон, как ППшка превращается в монстра для зачистки мобов. Все, что вам нужно – просто сделать пару шагов по рекам из масла вексов, которые как раз наносят электроурон. И дальше все пойдет как по маслу. Маслу вексов. Дальше еще интереснее. Но сначала давайте отвлечемся на небольшую рекламу. Страж, если твоего времени не хватает, напарники подводят или их нет, а иметь экзоты, легендарки и триумфы очень хочется, советую хороший сайт dwing.net. Любые квесты, пушки, триумфы, рейды и другую помощь ты можешь получить у ребят. Сайт работает давно, есть много отзывов клиентов и способов оплаты. Все можешь проверить сам, а по коду TRIPLE VIBE действует 15% скидка на все услуги. Ну а если не разобрался или остались вопросы, смело пиши оператору на сайте и получай ответ. Ссылка будет в описании. Теперь назад к видео. Ну и раз мы так начали с экзотов, главным экзотом этого сезона объявляется лук. Ага, этот старый бесполезный губитель желаний. Где-то в недрах разработки и подготовки к новому сезону произошел баланс, и теперь этот лук наносит трехкратный урон в ПВЕ. К счастью, только в ПВЕ. В ПВП у нас луки не пускают, арбалеты там, так что... Короче, любой обычный моб и подавляющее количество желтых и оранжевых отлетают за один выстрел. Боссы из затерянных секторов за 6-8 выстрелов в налетах. Та же история, тонна дамага, как говорится. Да, это баг. Нет, использовать его не опасно. Да, это работает на момент релиза этого видео, декабрь 2019 года. И если ты смотришь это видео в июле 2022, то не надо писать в комментариях, что это все гониво и ничего не работает. Пофиксят эту уязвимость вероятнее всего с ближайшим патчем. А пока наслаждайтесь. В кошмарах и налетах сладость вообще. Ну и к слову, лук при таком дамаге работает настолько офигенно, что игроки уже составили на редите тему с крутейшим предложением. Пускай луку оставят эти цифры урона, но поменяют тип патронов на специальное. Баланс, баланс. И мне вот понравилось эти дни лук юзать. Далее идем. Я вот рассказал про то, как круто работают некоторые экзоты, но ведь у кого-то их может и не быть. Или может не быть других экзот, шмоток и пушек. Ну, для вас тоже есть кое-что. Это не просто байт был в начале, когда я сказал про экзот на халяву. Как и где брать? На сайте Банжи. Ну или в официальном приложении. Вам нужно зайти на сайт под своей учетной записью, найти раздел сезоны и перейти на страницу предыдущего сезона Бессмертия. Тут вам должна выскочить вот такая плашка с уведомлением «Посмотреть свои достижения». Кликаем по ней и попадаем на экран с отображением сезонного пропуска прошлого сезона. Листаем его до 98 уровня. Тут у нас в наградах висит экзотическая анграмма, которая числится пропавшей. Вы можете кликнуть по ней и затем нажать «Получить награду» или что-то в этом духе. Перезайдите в игру, если она у вас в этот момент запущена, и новый экзот появится в вашем инвентаре или на почте. Зачастую анграмма сразу распечатывается в пушку или шмотку, так что внимательно проверьте слоты снаряжения своего персонажа. Я так, к примеру, получил новые сапоги бомбардира для своего охотника. Я до конца не разобрался, баг это или специальная возможность, добавленная разработчиками в награду, потому что в патч-ноуте обновления мобильного приложения на iOS не выскакивало описание, мол, можете забрать награду. Главное, что должно интересовать, можно просто так получить экзот. Так что вперед, ну и пиши в комментариях, что там выпало тебе. Кстати, раз заговорили о сезонном пропуске. Знаю, для большинства этот совет может быть слишком ранним, да даже я еще не прокачал в сезоне как полагается, но все же. После того, как вы достигнете 37 уровня на пропуске, то не торопитесь так уж пылить все шмотки, что будете получать в сезонную награду. Суть в том, что весь шмот с этого момента будет выдаваться со статами от 60 единиц и выше. А это вам не в тапки годить. Подобные статы могут дропнуться только на рейде или в хай-левел ивенте Железное Знамя. Так что если ты не фанат ни того ни другого, то вот тебе источник хороших цифр на броне. Ну и еще пару мелких моментов напоследок. Во-первых, не совет, не хитрость, но очень важная инфа и ответ на вопрос большинства тех, кто отправился за сезонной пушкой Гамбита. В тексте поручения на дробовик Питон опечатка. По заданию вас просят получить звание героизм, но по факту же нужно достичь куда большего рейтинга в 7500 единиц. Многие запутались в этом моменте и многие нас спрашивали, в чем дело. Это не ошибка перевода на русский, данная опечатка есть и в оригинальной версии игры. Во-вторых, напомню, что сильно облегчить выполнение почти любого задания на корпусе из обелисков вам поможет четвертое желание рейда Последнее Желание. Нет-нет, если ты испугался, что у тебя команды нет для рейда, погоди, речь не о том. Я говорю о том, что при активации этой комбинации на стене желаний в рейде Города Грёз, вы попадаете на этап с ведьмой Шура Чи. В начале этапа, когда ворота открываются, вылезает просто долбанная армия мелких одержимых. Нужно убить сотню мобов с огненного оружия? Две минуты на Шура Чи. Нужно убить врагов с гранатомета? Две минуты на Шура Чи. Нужно что угодно, короче, делается тут. Плюс тут можно делать новые катализаторы на Черный Коготь или Лорд Волков. Старый лайфхак, ну а может кто не знал. Буквально вот когда я сижу и монтирую это видео, на реддите нашли очередной баг, вы не поверите. С телеста, да. Эта плазменная винтовка никогда, похоже, не будет работать как надо. Всё дело вот в этом моде. Грубая сила. Получаете его у обелиска на спутанных берегах, надеваете любую электрическую шмотку, вставляете мод и ещё один любой электрический мод. И вуаля! Бесконечные патроны на телеста. Баг в том, что телеста стреляет залпом из 7 зарядов. Взрывающиеся заряды считаются за убийство. Так что если рядом с вами двое противников и снаряды будут взрываться даже сами по себе, эти же заряды будут возвращаться в ваш запас. Невероятно? Да уж. Давайте огадать, какой баг с телеста заедет в следующем сезоне. На этом, пожалуй, всё. Пиши в комментариях, что из этих советов ты взял на вооружение, о чём не знал или о чём может я забыл рассказать интересным. Ну а я постараюсь собирать такие штуки в начале следующих сезонов. Спасибо за просмотр. Проверь, чтобы у тебя обязательно была подписка и на канал, и на группу ВКонтакте. Счастливо!